Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги чисел читаю для библейского портала экзегет Израильтяне идут по пустыне, идут по пустыне, идут по пустыне Уже, наверное, немножко надоело об этом говорить Когда же они наконец придут? А вот пришли Ну а что получилось? Идти-то недолго Синайская пустыня большая, но не на 40 лет пути Затем они покинули Хацирот, пришли в пустыню Паран и там сделали остановку Это уже где-то у входа в Ханаан, в обетованную землю Господь сказал Моисею, пошли людей осмотреть Ханаан, страну, которая отдается нам, Израилевым Отправьте по одному человеку от племени, и пусть это будут вожди Ну то есть люди, которые обладают авторитетом, чтобы их услышали, их соплеменники И Моисей по явлению Господа послал вперед из пустыни Паран несколько человек Все они были предводителями сынов Израилевых Вот их имена Людей, которых Моисей отправил осмотреть страну А Оси и Новина Моисей дал новое имя Иисус Вот здесь он получает новое имя, но в принципе Хошия и Ехошия это почти одно и то же Оси и Иисус Имя Иисус Господь спасает Оно было довольно распространено в Иудее Естественно мы вспоминаем про Новый Завет, про Иисуса Христа Но до тех пор это было самое обычное иудейское имя И смысл его Господь спасает Я уже сказал Вот здесь оно и тоже будет играть определенную роль Вот и быть таким вот символом того, что делает этот человек Отправляя их осмотреть Ханаан Моисей сказал Идите через Негев на горную страну Негев это южная часть земли Израиля И сейчас это так Довольно большая пустыня Нагорная страна это вот сердцевина Где живет большинство иудеев Израильтян сегодня, но и в древности было так же Осмотрите эту землю и узнаете какова она Каков живущий там народ Силен или слаб, малочислен или многочислен Какова страна этого народа Хороша она или плоха Где живут эти люди В селах или в укрепленных городах Село легко взять А укрепленный город осаждать нужно Какова там земля Плодородна она или бесплодна Растут ли там деревья Непременно постарайтесь принести с собой плоды этой земли Ну чтобы знать Что действительно там есть То была пора Когда собирают первое урожае винограда Ну вот самое время Начинается уже сбор урожая То есть есть что принести Логично Прежде чем вторгаться в землю Ее осмотреть Получить какое-то представление о ней Посланные осмотрели страну От пустыни Циндорохова Что близло в Охамата Пройдя нагев они достигли Хевронах Где обитали Ахиман, Шиша и Толмай Сыны Анака Ну здесь имена Которые нам мало что говорят Хеврон был основан на 7 лет раньше Чем город Сон в Египте Такая хронология тоже Мало нам нужная Они пришли в долину Ишкол И срезали там виноградную лозу С одной гроздью Но такой Что требовалось двое человек Чтобы нести ее на шести Они также набрали там гранатов и смуг Это место было названо Долиной Ишкол В память о грозде Которую связали там сына Израилева Но тут во многих случаях Игра слов Название отражает Те слова Которые Описывают Произошедшее Ну то есть понятно Что плодородная земля Очень Через 40 дней Посланцы вернулись Осмотрев всю страну Придя в Кадеш Что в пустыне Паран Где все израильтяне К Моисею Арону И всей общине сынов Израилевых Они рассказали Моисею Арону И всей общине О том что видели И показали плоды той земли Так говорили посланцы Моисею Мы побывали в той стране В которую ты нас отправил Эта земля поистине Течет молоком и медом Вот ее плоды Течет молоком и медом Изобильно Да То есть Там не ручитику Там прям медовые И молочные реки Вот ее плоды Однако народ живущий там Силен А города большие Укрепленные Мы видели даже Сынов Анака Сыны Анака Потомки Анака Это какие-то легендарные великаны О которых толком Мы ничего не знаем Но во всяком случае Это такие могучие люди Амаликитяне Живут в Негеве Хета и в Усея Море В горахах А на Ни У моря И вдоль Ордана Ну вот Разведка проведена Калев Попытался успокоить Народ окружающий Моисея Один из этих Разведчиков Пойдемте Овладеем Этой страной Говорил он Мы сможем победить их Но те Кто ходил туда Вместе с Калевом Возражали Не можем мы Воевать с этим народом Он сильнее нас Они стали Распускать Среди сынов Израилевых Дурную молву О земле Которую осматривали Земля По которой Мы прошли Говорили Не пожирает Тех Кто поселится На ней Такой образ Земли Которая пожирает Земля конечно Не пожирает Но понятно Что Поселился на ней Ты в смертельной Опасности Вот не так-то Просто Ее владеть Все люди Которых мы там Видели Были огромного Роста Мы видели там Исполинов Сыны Анака Из рода Исполинов Рядом с ними Мы чувствовали Себя кузнечиками Они смотрели На нас Как на кузнечиков Вот они уже Преувеличивают Там какие-то Великаны Ну смысл Понятен Очень страшно Входить в эту Землю Вот они уже На пороге Земля будет Их Но это Толпа рабов А еще Они народ Хотя Хотя у них Есть закон Они себя называют Народом И господь К ним обращаются Как народу Но Они рабы Еще Египетские Они еще Вот те люди Которые видят Себя кузнечиками Перед великанами И не решаются Туда войти Вот Эх Что же делать Ну 14 глава Нам подскажет Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok